Вера есть несокрушимая крепость души. Мученики. Во время Своего земного служения Господь Иисус Христос предсказал Своим последователям, «Если Меня гнали, будут гнать и вас». В то же время Он обещал великую награду гонимым за правду. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. Блаженны – значит счастливы, угодны Богу. В девятой заповеди блаженств таковыми Господь называет тех, кто за имя Христова и за истинную православную веру в Него терпеливо переносят гонение, поношение и даже смерть. Такой подвиг называется мученическим. Самым высоким образцом этого подвига служит Сам Христос Спаситель. Вдохновляясь примером Господа, множество христиан с радостью шли на мучения, считая величайшим благом принять страдания за Своего Спасителя. Перед крестной смертью Христос говорил, «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». В переводе с греческого слово «мученик» значит «свидетель». Путем страданий святые мученики свидетельствовали об истинной вере. Первыми благовестниками христианской веры были апостолы. Их проповедь распространялась далеко за пределы Святой Земли, где Господь Иисус Христос благословил их на великую миссию. Для языческого мира проповедь о воскресении Христа и спасении человека от греха была чуждой и непонятной. Христианская вера была опасна как для иудейского священства, так и для язычников Римской империи. Их образ жизни был несовместим с заповедями Христа. Первые христиане жили и проповедовали в условиях жестоких гонений от властей и народа. Многие из них становились мучениками за веру, а их великое терпение и всепрощение приводило к принятию христианства многих свидетелей их подвига. Мученики появились в апостольский период. Их исповеднический подвиг был результатом преследований со стороны иудеев, смотревших на христиан как на опасную секту и обвинявших их в богохуйстве. Первым мучеником стал святой апостол-архидиакон Стефан. Он был старшим среди семи диаконов, поставленных самими апостолами, поэтому его называют архидиаконом. Когда Стефана побивали камениями, он воскликнул громким голосом, «Господи, не вмини им греха сию!» Эти слова произнес Христос, когда молился за своих распинателей, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Гонения на христиан со стороны римских властей начались во времена императора Нерона в середине первого века от Рождества Христова. Безжалостный правитель воспользовался крупным пожаром в Риме и объявил его виновниками христиан. Народ, который мало знал о христианстве и представлял его себе как опасную секту, с готовностью поддержал кровавые расправы над верующими. Наиболее жестокие гонения произошли во время царствования императора Геоклетиана в конце III века от Рождества Христова и в последующие годы. Христиан принуждали к отречению от своей веры и принесению жертвы языческим богам. Ощущая неминуемую опасность для своей жизни, первые христиане ежедневно и еженочно собирались для молитвы и причащения. Богослужения, где проходила божественная литургия, они проводили в катакомбах у гробов святых мучеников. Их праведный образ жизни, благочестие и стойкость духа служили примером для остального мира. После издания в 313 году Миланского эдикта, принятого императором Константином, в котором христианство признается дозволенной религией, гонения прекратились. Тех, кто выжил после мучений и скончался своей смертью, называют исповедниками. Среди тех, кто подвергался гонениям, были священники и епископ. Священнослужители, которые претерпели мучения за Христа, почитаются как священно-мученики. Наиболее известными из них в первых веках были святой Климент, Папа Римский, и священно-мученик Игнатий Богоносец. Святитель Игнатий, по преданию, было одним из детей, которых держал на руках Христос, и за это христиане называли Его Богоносцем. В истории русской церкви первые мученики появились еще до крещения Руси князем Владимиром. В 983 году киевские язычники убили двух варягов-христиан, отца и сына Федора и Иоанна. В XI веке были убиты святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб. Они погибли в результате междоусобия, предпочтя мученическую кончину греху-братоубийства. Их смирение в смерти, следование Христу, и непротивление мучителям являют нам истинный христианский подвиг. Места погребений христианских мучеников в древности становились центром церковной жизни. На могилах мучеников совершали богослужения. И в настоящее время в основании церковных престолов полагаются частицы мощей мучеников. Днем памяти мученика церковь избирает день его кончины, как день нового рождения в жизнь вечную. Смерть мучеников – начало лучшей жизни, вступление в жизнь духовную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова